Тема эфира, верхняя форма, их плюсы и минусы, как с ними работать, как приспособиться к этой новой технике, для каких ногтей верхней формы это классно, для каких лучше использовать нижние или же вообще какие-либо другие способы моделирования. Всем привет, всем добрый день, потихонечку собираемся. Тема сегодняшнего эфира, повторюсь, верхние формы. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь тему. Тема верхние формы. Я вот, ну, честно скажу, я никогда не, вообще не любитель пропагандировать то, что не нравится мне самой. Я советую, всегда рекомендую и рекламирую только то, что нравится мне самой, что я проверила, вычислила плюсы и минусы данной технологии и могу открыто не говорить. Почему так? Потому что, если я вам скажу, допустим, вот верхние формы, они такие классные, вообще все делать на верхней формы, выбросьте нижней формы, делаем все на верхней. И вы начинаете задавать какие-то мне вопросы, а я, ну, не могу на них ответить. Правильно? Если вы в какой-либо теме не можете ответить на любые касающиеся ее вопросы, значит, вы в этой теме еще не до конца разбираетесь. Я уже рассказывала эту историю, но сейчас расскажу еще раз. Я вообще долго отнекивалась от этой технологии и такая, мастер-профессионал, знаете, на верхние формы, на нижние, сделает быстро, нормально вот эти ваши, ну, вот так. Я говорю, слушайте, мне быстрее на нижние, это красивее, это эстетичнее, это прочнее, там, и так далее, и так далее. Но я взяла в руки, как? Как это вышло? Пришел новый акригель, нужно было его протестировать. Думаю, так, 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 сижу такая на столе, смотрю, ага, лежат верхние формы какие-то. А я до этого заказывала кучу образцов всяких, мы сейчас же готовим выпуск своих собственных верхних форм. Я тестировала с Верой Николаевной, там, кучу всяких перебрали, чтобы сделать несколько вариантов самых кайфовых. Мы просто заказали все верхние формы, которые существуют в этом мире. И вот у меня там на столе куча эти лежали, я такая, ну, попробую, а сама до этого не пробовала. Ну, их присылали, я такая, та-та-та, и Вера Николаевна там что-то их выбирала. Я такая, я даже не буду их тестировать, мне не нравится. Это не моя технология. Я взяла, что вы думаете, я как залипла, я целый день просидела, вот этот чпоньк, чпоньк, чпоньк. Так, в то же время, когда ждать выхода нового кресла? Совсем скоро. Не скажу вам дату, чтобы не обмануть, потому что бывает всякая транспортировка, пока разольют, может быть, чуть-чуть сдвинется дата, либо туда, либо сюда, не, вот скоро-скоро. И стала делать, делать-делать, понимаю, такая, угу, начала открывать для себя кучу нюансов. Кучу нюансов, минусы, плюсы, как лучше, на какие ногти, вот, прям села и начала прям делать. Делать-делать-делать, мне понравилось, если честно, безумно. Я неделю, наверное, не вылазила, я все вот эти формы перепробовала, все акригели, все техники, просто просидела там в интернете днями и ночами. То есть, мне очень-очень-очень, сейчас, подожди, на вопросы отвечу обязательно, пока не пишите, я их не вижу. Мне понравилось, безумно клево делать аквариумный дизайн на верхней форме, быстро, просто вот так вот. Кстати, в курсе верхней формы есть аквариумные варианты, есть белый выкладной френч. По поводу белого выкладного френча скажу, тоже прикольно. Вот для тех, кто с пилешкой не очень дружит, прикольно, надо приловчиться. У меня в курсе есть два варианта выкладного френча, с перфорацией и без перфораций, ну, уже можно пробовать, может так, можно так. Салонные варианты тоже, блин, если приловчиться, это прикольно, быстро, вот этот эффект снимания верхней формы, у меня от него просто аж сердце замирает, ну, правда, нравится. Я к чему вообще всё это говорю? К тому, что всё-таки мастер должен уметь и владеть должен всеми возможными техниками удлинения, укрепления ногтей. И я теперь могу сказать, что я всеми владею. Ну, разве что-то на семечки не умею. Хотя, если попробую, смогу. Просто в ТикТоке посидишь, знаешь, там, да воно смотришься. Ну, вот, верхние формы, нижние формы, мультиформы, типсы, вот эти вот техники основные, конечно же, мастер должен уметь, должен ими владеть. Отскакивает от ногтя. Что отскакивает? Ну, отскакивает и отскакивает. Вот. Каким, для чего, вот, когда верхние формы помогут? Помогут. Реально, когда времени нет. Вот нужно нарастить за 30 минут. Вот надо нарастить за 30 минут. И пускай там где-то что-то прям не так уж будет идеально, но нужно за 30 минут нарастить. Верхние формы. Ни на что вы так быстро реально не нарастите, как на верхнюю форму. Ну, вот, ну вот реально, если приловчиться, научиться познать все нюансы и тонкости, реально можно за 30 минут нарастить 10 ногтей. Прикиньте. С аквариумом даже. Намешал? Понятно. Ну, просто. Вот. По поводу, все у меня часто задают вопросы. На грызуны верхние формы подойдут? Вот на грызуны нет. Часто говорю, блин, красное лицо. Часто говорю о том, что на грызуны только мультиформа, то есть стекловолокно. Только мультиформа. Ни нижние формы, ни верхние формы. Не будут прочной конструкции на грызунах, как мультиформы. Бесплатный урок по мультиформу у меня есть в актуальных сторис, но он называется «Подарочки». Там тренировочные листы и урок по мультиформу. Можете потом сгонять, посмотреть. Вот. Верхние формы – это когда надо супербыстро. Мультиформы – это когда грызуны невозможно в форму подставить, или там очень слабые ногти, там все в трещинах, еще в чем-то. Нижние формы во всех остальных случаях. Все. Но владеть этими техниками. И я вам говорю, вот если вы не пробовали, или попробовали, но не получилось, не понравилось, попробуйте еще раз. Вам 100% зайдет. Сегодня. Почему? Сказала приходить на эфир обязательно. Сегодня, в последние дни месяца, действует аттракцион невиданной щедрости. За отметку меня в сторис дам скидку на курс верхней формы 30%. Вот вместо… Сколько он стоит? 5? Ух, забыла. Ладно, в сторис все выставлю. Отмечаете меня в сторис. Вот сейчас прям делаете скрин с экрана. Отмечаете меня в сторис, пишите «Иду как колод на верхней формы». И я вам в ответ на вашу отметку присылаю ссылку с 30% скидкой. Так что держитесь. Значит, что есть в курсе? Салонное моделирование, овал, миндаль, квадрат с покрытием, с пуфинг дизайном, с френчем. Аквариумный дизайн, наращивание полностью на всей руке, аквариум на всей руке, на всей руке наращивание скоростное с быстрым дизайном за 5 минут. Два варианта выкладного френч. Вот, сейчас еще готовлю арочное, арочное на верхней форме. Это все будет добавляться. Когда бы вы курс не купили, уроки, которые снимаются вновь, вам добавляются автоматически. Курс по жизненным доступам. Все, отмечаете в сторис, я вам присылаю ссылку. Поехали дальше. Я сегодня уже модель подготовила. Покажу вам один ноготок, салонный вариант. Не задавайте мне вопросов, какими мы пользуемся формами. Я в курсе показываю все разные, какие только возможно. Я сейчас вам покажу, какая мне нравится. И скажу еще о том, что чем больше вариантов у вас будет форм разных фирм и дешевых. Вообще цена, вот скажу честно. Слушайте, цена сильно не влияет. Главное, выбрать, подобрать форму по ногтю клиента. Все ногти разные. Вот обычно там три варианта у вас изгиба. А ногтей их 50 вариантов форм, изгибов, ширины, длины ложи и так далее. Максимальный подбор клиенту под ногтевому ложу, все, это залог успеха. Вот, покупайте как можно больше, пробуйте как можно больше. Мы сейчас свои, когда начинаем выпускать, мы ищем вот этот вот общий какой-то консенсус из всех возможных форм, чтобы сделать три варианта максимально подходящих. Сколько стоит курс? Позови, пожалуйста, Олю Ханайлову. Сейчас, девочки, я... То ли... Ну, со скидкой что-то три с чем-то сегодня он будет. Он стоил пять, вот, по-моему. А со скидкой будет три. Вот я не денежник. Вот сразу видно, человек не денежник. Он не знает, сколько стоит его курс. Знали бы вы мне, что мне стоило вообще говорить и рекламировать и рассказывать людям о своих курсах. Это вообще для меня. Я и деньги, это вообще... Я бы бесплатно всю жизнь работала. Здравствуйте, эфир сохраните. Да, я обязательно сохраню эфир. Я купила, мне очень понравилось. Все понятно, спасибо, Аня. Спасибо вам. Я в курсе, на курсе, когда пишу, обычно думаю о том, чтобы мне было важно вот в работе именно с этим видом технологии, вот если бы я их изучала, так как я сидела сама, эти формы пробовала, все варианты и смешивала кригели, и так, и эдак, и так, и эдак, я прошла вот этот свой опыт, и вот эти все нюансы, я их познала. И поэтому мне легко сейчас об этом говорить. Я пересмотрела кучу всяких. Олечка, позвольте, пожалуйста, Морозовой, сколько стоят верхние формы курс мой? Без скидки. Есть он с сопровождением, и есть без сопровождения. Там разница, между прочим, с сопровождением и без, тысячу рублей всего на все. Ну, конечно, с сопровождением лучше. Но даже если без сопровождения, присылайте мне в директ работы. Я буду в директе комментировать. Мне вообще не сложно. Только если я вдруг вам не ответила когда-то, продублируйте сообщения, пожалуйста. Я их реально теряю. Теряю. У меня еще было такое, что у меня Инстаграм куда-то их закидывал, и потом я смотрю непрочитанные. Ну, такое тоже бывает. Без скидки. 3,500 и 6. 3,500 без сопровождения. Это верхние формы? Давай. Сейчас проверю. Вот, ну все, начнем сейчас. Начнем, начнем, начнем. 4 без сопровождения, 6 сопровождением. Да, вот смотрите. 4 тысячи курс стоит без сопровождения, 6 с сопровождением. Сегодня, если вы меня отмечаете в сториз, пишите, иду на верхние формы как колод, я вам даю 30% скидка. Вот сколько? 4 тысячи минус 30%. 2,800 что ли? 2,800 сегодня будет стоить полный курс верхней формы, без сопровождения. И получается, 1800 минус 6. Это 4,200. 4,200 будет с сопровождением сегодня, курс с 30% скидкой. И 2,800 без сопровождения. Отмечайте меня в сториз, буду присылать ссылочки. Вы отмечаете, я буду присылать. И там смотрите. Посмотрите программу, подумайте. Так, вот у меня ноготок имеется. Я чуть-чуть обработала кутикулу, не буду на этом заострять внимание. У нас как бы не об этом сегодня, не об том сегодня речь. Смотрите. По поводу боковых линий ногтевой пластины. Я предпочитаю, я пробовала по-разному, но предпочитаю убирать, то есть чуть-чуть заужать. Длину можно не трогать, если ноготь не сильно вниз, не сильно вверх. Если ноготь растет вниз или вверх, длину убираем максимально коротко. Это в принципе любого наращивания касается. Я перепробовала, кто-то говорит оставлять вот эти боковые линии. Девочки, честно, я попробовала оставлять, убирать гораздо удобнее. Не то, что прям убирать, просто чуть заужаем. Не квадрат оставляем на свободном крае, а овальчик. Вот, все, овальчик. И снимаем блеск. Ну, у меня здесь уже попиленный, я просто чуть-чуть бафиком. Базу, любую можем использовать. Также по состоянию ногтевой пластины. Спасибо, Никита. Это очень, как сказать, резонное замечание. О, у меня фильтр стоит, я думаю, что у меня нет четкости. Сейчас, девочки, простите. О, вот. Что-то все равно мутновато. Попробую, попробую. Никита, если ты мне отправишь вкусное винишко, я тебе 60% дам скидку. Извините, чуть-чуть у меня, я тут замешкалась. Обезжирили. Также, как в любой системе, дегидрируем и наносим грунтовочное покрытие. Дегидрат – это у нас нейлпреп. Ультрабонд. Даем нейлпрепу только хорошо испариться обязательно. На тонкие, хрупкие, сухие ногти можно взять супербонд? Да. Как раз-таки на тонкие, хрупкие и сухие ногти мы используем супербонд. Вот смотрите, базу жидкого гель-лака мы используем для влажных ногтей, очень слабых, перепиленных. Супербонд мы используем для сухих, возрастных, слоящихся, растрескивающихся ногтей. У нас в данном случае ручки молодые, ногти, в принципе, здоровые, но за счет того, что девочка у нас моделью работает, мы на ней очень много пилим ежедневно. Мы можем по 4-6 раз снимать и делать ногти заново или снимать покрытие, часто пилится зона кутикулы, травмируется. Поэтому ногти, когда их часто пилят, они выделяют влагу. Ногти, которые выделяют влагу, становятся влажными, и нужно использовать тогда базу гель-лака. Она хорошо влагу абсорбирует. На влажных, поврежденных ногтях супербонд может дать отслойку, так как он не пористый, и влагу он не абсорбирует. Все. Минуту выждали. Пока испарится ультрабонд. Просушиваем 30 секунд. Так, секунду. У меня выключена почему-то лампа. Напоминаю, сегодня на курс верхней формы скидка за отметку меня в сториз 30%. Отмечаете. Делайте скрин с экрана любой. Пишите, иду на курс верхней формы как а лот, и я вам присылаю в ответ скидку. 2,800 сегодня будет без сопровождения курс, и 4,200 с сопровождением. Действовать будут сутки до завтрашнего вечера. Так что есть время подумать. Все, смотрите. Какие ногти у нашей Дианы? Абсолютно нормальный. Нормальный изгиб. Никаких дефектов, повреждений, неправильного роста не наблюдается. Форма вот моя любимая, кстати. Ну, именно я не люблю формы верхние, которые вот здесь с бортом. Нельзя использовать всем подряд формы, которые выпуклые. Если у клиента нормальные, никуда не загнутые ногти, форма вот такого формата, не выпуклая, вполне подойдет. Не надо вот эти клювы брать. Ногти толстые получаются, некрасивые. Вот этот борт вот здесь, его надо выпиливать. Смысл вообще производителям было его делать. Никого сейчас не хочу обидеть, но смысла в этом вообще никакого нет. Форму я всегда подбираю на размер чуть-чуть больше. Вот смотрите, вот это кажется как чуть-чуть большеватая по бокам, но в этом есть плюс. У меня параллель ложится хорошо вот здесь сбоку, не вздернутая вот такая. Если форма маленькая, но она будет вот так вздергиваться. Это первый признак. Где взять такие же... Мы купили их в каком-то... Называются они мастер, господи. Не знаю, где мы их купили уже, честное слово. Фирму сказала, ищите. Все. И смотрите, на размерчик больше. На размерчик больше. Всегда чуть-чуть. Чем мы работаем? Ну, естественно же, акригелем. Я возьму акригель кавер для салонного моделителя. Вообще он мне нравится больше всех. Он самый красивый по цвету. У него идеальная консистенция. Просто вообще фантастическая. Он классно пилится, классно выкладывается. Но наши акригели все подходят для верхних форм. Абсолютно все. Всеми я работаю. И в курсе я работаю всеми. И белым вот у нас линейка 4 штуки. В принципе, больше не нужно. Акригель white это для белого выкладного. Я его еще использую для смешивания с прозрачным, для молочного. Вот, кстати, в курсе это тоже есть. Акригель light pink. Это такой камуфлирующий прозрачный оттенок. Акригель cover, который я взяла, это камуфлирующий оттенок. Цвет настолько приятный. Вот он, знаете, подходит большинству клиентов. Вот бывает коричневый, бывает розовый слишком. Спасибо за помощь, девочки. Но вот именно Акригель cover, он максимально натуральный, максимально подходит большому количеству клиентов. Вот если хотите пробовать, начать с чего-то, берите его. Только берите большую банку. Ну, правда. Вот я высчитала, мне прям было интересно. Если вы берете 50 грамм, вот у меня 15, если вы берете 50 грамм, то в 50-граммовой банке 5 грамм, представьте, маленькая банка бесплатно идет. Ну, то есть на 5 грамм выгода. 5 грамм это 450 рублей. Ну, е-мое. А расход у него, ну, вы его точно израсходуете. И Акригель клер, ну, понятно, стандартный прозрачный гель подходит для любого вида моделирования, для укрепления, для наращивания тоже. Поехали. Беру форму. Я маркер-то взяла. Где-то был. У меня маркер. Обычно я им делаю разметку. Что это у нас тут? Ну, можно линер. Со временем научитесь без разметки, я делаю. Длину намечаю. И точки подушечки. Ну, там, где у меня ноготь начинает заужаться. Чтобы знать, откуда мне форму вести. Если тяжело, на начальном этапе можно прям вот так вот пунктиром в форму выводить. Вот так вот. Видите? Видите? Вот для чего поставила вот эти точки? Чтобы выше не заузить. Иначе голые будут параллели. В курсе также есть лекция параметра архитектуры, чтобы понимать, какую где толщину выкладывать. Потому что это очень важно. Также биохимия акрилатов. Есть. То есть это у нас такие базовые лекции, которые входят во все курсы по моделированию. Очень важно быть грамотным специалистом и не просто уметь там нарастить ногти, а знать биохимию, классификацию гелевых систем, параметры архитектуры. Набираем капельку. Смотрите, видели, как я акригель достаю? Сейчас еще раз покажу. Вот так беру прям. Отрезаю кусочек. И вот так снизу, как будто бы его достаю. Для чего? Для того, чтобы пузырей не было много. Не берите, вот так не наматывайте на палочку акригель. Он будет сильно пузыриться. Выкладываю в центр формы. Так стягиваю кутикули. У кутикулы мы знаем, что материал должен сходить на нет. Поэтому мы сюда сразу вот так вот и смазываем его. Ни в какую толщину у кутикулы не кладем. Обязательно вот здесь боковые линии доводим. Чуть-чуть мне не хватает. Сразу добираю. Палочку вытираю, чтобы много... Если акригель налип на палочку, чаще счищайте. Так будет удобнее работать. Помним, что толщина торца и боковых линий 0,5-0,7 мм. Вот прям 0,5-0,7 мм и выкладываем. Вот здесь центр заполнен. Это точка апекса. Не должно быть изгиба вот такого сильного. Подтаскиваем вот сюда, вот сюда подтаскиваем. Не оставляем 0. Хочется, если прям сильно идеально, ну или там неровно получилось, можно вот так взять. Палочкой подобрать. И потом можно чуть-чуть разгладить кисточкой, овальчиком. Ну, чтобы прям вот гладко-гладко было, красиво-красиво. Все. Есть. Аня, если делалось не по теме чуть-чуть, потом вопросы. Ставлю кутикули. Смотрите. Поставила. Ничего сейчас не делаю. Ни в коем случае не запихиваю под кутикулу. Я отставила специально отступ. Опускаю вниз. Так, чтобы боковые линии у меня... Видите? Боковая линия соприкоснулась своей. Дырок быть не должно по бокам. Вы потом их никак не исправите. И теперь, смотрите, я вот так вот надавливаю и немножко у меня вылазит вот здесь около кутикулы материал. Я сначала переворачиваю. Я люблю так, чтобы не пилить изнутри. Я на курсе все ногти и все варианты даже выкладной френч делаю так, чтобы снизу не опиливать. Выглаживаю идеально. Слежу за тем, чтобы не вылез сильно материал. беру кисть овал и у кутикулы вот здесь, смотрите, беру вот так и подталкиваю. Я у тебя свет, я с вами. А, бери. Для того, чтобы не было ступеньки очень большой у кутикулы, беру вот, подталкиваю и размазываю. И тогда мне не придется прям вот у кутикулы близко выпиливать большое количество материала. Ну, чуть-чуть ступенечку уберу, и все. Ой, я, по-моему, забыла фрезы взять, которыми я работаю. Ладно. Все, здесь есть, здесь есть. Еще раз перевернула, ничего не вылезло. Все гладко. Сушим. Вуаля! Позови, пожалуйста, Олю Ханаеву. Блин, а где они? Я не помню. М-пасту. Хорошо. Ольчик, найди, пожалуйста, фрезу алмазную, вот эту вот скошенную, которую я у кутикулы верхней формы пиливаю. Цилиндр такой скошенный, большой, алмазный. Да-да, она сказала мне. вроде не обезжирить, а очищающим спреем. Да. С акригелем работаем очищающим спреем. Можно и обезжиривателем, если работаете апельсиновой палочкой. Если кисточкой начинаете работать, берите очищающий спреем, просто меньше, меньше портит кисточку. Что-то у меня моргало тут. Да-да, да-да. Сколько надо сушить? Две минуты. Стандартная просушка две минуты. Специальная жидкость? Нет, не специальная жидкость. Очищающий спрей или евроклинсер. А если делалась процедура бустера, можно ли делать наращивание? Нет, после бустера можно только гель-лак или лак, потому что масла в составе бустера могут дать отслойки потом впоследствии. Почему бывают пузырьки? Потому что наматываете. Вот смотрите, сейчас прямо покажу наглядно. Вы вот так берете, вот так вот, господи. Это у меня баночка старая, тестовая. И вот так наматываете. Вот как вы думаете, будут здесь пузыри? Конечно. А если вот как я, видите, я просто как вот достаю оттуда аккуратненько, то ничего не будет. Так, дальше. Нет, я не стираю липкий слой, когда кладу акригель. Потому что вот еще, если с базы гель-лака можно снять липкий слой, то с базы классической нельзя. Все. Прижимаем, отшлепываем. Сейчас, пока мне Оля ищет, я вот здесь, вот эту ступенечку, видите, параллель, боковая линия ровная, наполненная, нет зазубрин, нет никаких недостатков по бокам. это самый важный момент верхних формок. Вот эту ступеньку можно в принципе пилочкой убрать, малюсенькую вот эту, но мне нравится фрезой алмазной, цилиндром. Сейчас я вам покажу, она у нас есть. гена. Вот, усеченный конус 4 мм. Вот мне прям очень нравится ей у кутикулы работать с верхними формами. Все. В первую очередь боковые линии. Это самый важный момент. В верхних формах чаще всего страдают именно боковые линии. Можно сейчас заузить больше к миндалю даже. В принципе, как хочется. Толщина, смотрите, есть. Нужная толщина торца и боковых линий присутствует. Причем она ровная, видите? Я старалась снизу не сделать вот этих вот бугров, которые бывают. У некоторых поэтому мне не нужно снизу ничего выпиливать. Могу пройтись так номинально, чтобы чуть выровнять и душу успокоить, но пилить ничего не буду. Не нашла, да? Ну ладно, нет так нет. Не нашли мы, извините. А? А, нет, это не она. Ладно, я пилкой отпилю, ничего страшного. И проходим. По кутикуле легенько-легенько, стараемся сильно на пилку не давить. Все, и поверхность потом просто шлифуем бафиком. В принципе, все. В курсе я показываю формы салонный квадрат мягкий с покрытием под кутикулу. Вот показываю миндаль с пуффинг дизайном, быстрым градиентом. Показываю овал. Показываю выкладной френч, два варианта. Аквариумный дизайн показываю с фольгой. И как намешивать цвет. Кстати, на Оле Ханаевой мы делали, а у нее ногти просто у нее очень жесткая форма ногтей и вообще они у нее сложные. Верхними формами мне прям прикололо на ней работать, потому что формы ставить подолины, ногти, они у нее плоские. Это такая себе история. Еще там один вариант есть дизайн скоростной, тоже что-то с фольгой. Вот, пожалуйста, готов. очень-очень, причем быстро же. Все, обезжириваем. Можно снизу для успокоения души, хотя все хорошо. Вот, все хорошо, и я даже не хочу ничего там пилить. Все, быстро. Мне надо быстро, не буду заморачиваться. Обезжириваем и там покрываем, чем хотим. Я сейчас просто ультрашайна Диана перепили на кутикулу, потому что мы на ней работаем ежедневно и в поте лица. Обожаю в качестве финишного покрытия ультрашайн. Вот это просто, это самый крутой топ для работы с гелевыми и акригелевыми системами. Чем он мне нравится? Тем, что ни один топ так долго не блестит. И ни один топ так долго не зацарапывается и не пачкается на светлых оттенках. Вот прям кайфую я от него. Все, готов наш бусиночка. Не смотрите на кутикулу, у Дианы просто она уже такая измученная чуть-чуть. Вот, собственно говоря. Сейчас, ну, надо же фильтр найти любимый. Как это без него? Ну, 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 люблю его, потому что он натуральный. Не делает мне нос Барби у меня, ну, носик не малыш и обычно фильтр они делают вот такой нос узкий, с хайлайтером обязательно, какие-то губы вот такие, вот тут вот скульптор, не люблю такие. Вот теперь можете задавать вопросы. Пишите, как вам самый крутой топ в мире. Красивый ноготок получился? Согласна. Понимаете? И вот, ну, у меня вот первый пунктик в моделировании это эстетика. Я помешанная на форме, я никогда не буду наксить ногти толстые, недопиленные, где-то там не идеальные по архитектуре, по длине формы, но я конкурсный мастер, и вот эти все нюансы, я их просто, вот у меня от них типает. Это, может быть, это и плохо, но вот я фанат красивого моделирования. И даже если это верхние формы, даже если это скоростное моделирование, это не говорит о том, что надо сделать тяп-ляп. Нет. Нужно изучить нюансы и сделать красиво. Поэтому приглашаю вас на курс, даже если возьмете без сопровождения, можете писать в директ, буду помогать. Будем вместе учиться делать красиво. Никит, заняться нечем? Иди, работай. Или за вином езжай уже в конце концов. Перед таким наращиванием маникюр не делаем. Я по-сухому то есть либо делим его на две части и делаем комбинированный маникюр. Мы до моделирования обрабатываем фрезой под кутикулой. После того, как я сейчас шлифанула бафиком, наносим кутикулу ремот и дорезаем кусачками. Либо же по-сухому ножничками. Это ничем не отличается от обычного. Отличается техника удлинения свободного края. Технологии использования материалов не отличаются никак. Когда будут верхние формы эми? Сейчас девочки на этапе работы с поставщиками. Мы отправляем образцы, ждем, когда нам пришлют, мы будем пробовать. Вот одни прислали, я попробовала, мне не понравились, ждем следующих. Пока я не найду идеальные, вот чтобы я могла сейчас говорить, сидеть и говорить, они самые охрененные. Я не успокоюсь, потому что хочется рекламировать и продвигать то, что реально хорошо. Ультрашан очень крутой, сделала маме на финиш, относила 4 недели и на одного с колонным. Да, потому что ультрашан он как стекло. Он почему печет чуть в лампе? Он схватывается быстро, и он быстро проходит полимеризация, и такой щенек он чуть стягивает ноготок. Ну на самом деле это такая секундная дело, но зато не пачкается на светлых оттенках, зацарапывается и не тускнеет. А у меня формы с вырезом сверху. Формы с вырезом сверху это формы для свободного края только. Очень красиво и быстро, да, и быстро и красиво. Согласна. Аня, твинни и акригель не просыхают, больше сушить или лампу заменить? Смотря сколько не просыхает, если вы сушите 3 минуты, он не просыхает, значит это лампа. Если вы 30 секунд сушите, то конечно. Все моделирующие гели и акригели сушим 2 минуты. Почему вы не поджимаете? Я не поджимала в этом случае, потому что это не требовалось. Я поджимаю, беру в руки пинцеты только в тех случаях, когда это экстренно необходимо. И опять-таки, как конкурсный мастер, как педагог, я уверена в том, что лишнее поджатие, зажатие ногтевого ложа неблагоприятно влияет на носку и на состояние ногтевой пластины. Поэтому берем в руки пинцет или прищепки, когда это вот прям очень-очень необходимо. Можно вам фото присылать, своего ноготочка делая 3 недели назад уже. Ну, пришлите, посмотрим. Камалеку вопрос. Не поняла. А ссылка на курс, ссылку на курс, если вы хотите со скидкой, смотрите, девочки, если вы хотите получить курс со скидкой сегодня, действуя до вечера, со скидкой аж 30%, вы сейчас делаете скрин экрана, отмечаете, выставляете в сторис, пишете, иду на курс скакалот, меня отмечаете обязательно в сторис, и я вам в ответ на вашу, у меня в директе отображается, что вы меня отметили, и я вам присылаю ссылку на курс. Я сейчас в сторис еще раз об этом скажу. Делаем скрин, отмечаем меня, я присылаю ссылку с 30% скидкой. Значит, с сопровождением курс вместо 64200 сегодня, а без сопровождения вместо 4-х 2-800. Кстати, уроки еще будут досниматься, я буду добавлять постоянно что-то новое, когда выйдут наши верхние формы, я обязательно сниму уроки и добавлю в курс, и если вы покупаете сегодня, позавчера, вчера курс, то эти уроки у вас автоматически появятся даже через 5 лет, и доступ к курсу по жизни. Все, я буду прощаться, я хочу сохранить эфир, выложить его сейчас в ленту, поэтому всем пока, хорошего вам дня, пишите, пишите, звоните, присылайте винишко.